Привет, я Алина. Три недели назад я делала операцию по смене пола. Я делала сегмобильным способом, то есть из кишки. Плюс эта операция заключается в том, что глубина влагалища, она весьма большая, то есть она может достигнуть 18 сантиметров. Плюс вырабатывается, естественно, смазка. В принципе, я считаю, что это наиболее удачный способ для тех, кто собирается менять пол. Как я себя чувствовала после нее, какие были осложнения, как я чувствую себя сейчас. Ну, прошло две с половиной недели, как я уже сказала, и я могу бегать, прыгать, хотя бы один день выделать нельзя. Но в целом все прошло замечательно. Подготавливают к операции, ну, именно по смене пола, и именно с таким методом практически за день. То есть вечером я приехала в госпиталь, медсестры начали меня подготавливать, и уже на следующий день, на 2 часа дня, меня отвозили в операционную. Наркоз был очень хорошим, потому что, в отличие, например, российского наркоза, я не видела там гигадецинацию, у меня было никаких жестких людей. И когда проснулась, была, конечно, такая легкая боль, но ты ее практически не чувствуешь, потому что медсестры, которые находятся с тобой в пулате реабилитации, они делают то, чтобы ты не чувствовала никакой боли. Тебе вкалывают морфий, снотворное, практически там каждые часа два. То есть таким образом ты ничего не чувствуешь. После этого утром тебя перевозят уже на шестой этаж. На шестом этаже находятся палаты реабилитации, другими словами, которые я провела 6 дней. Первое время, конечно, было тяжеловато, потому что когда ты делаешь операцию с сегмовинным методом, ты очень сильно болит живот, и скорее проблемы идут из-за этого. Но боли там ты практически не чувствуешь. И как я уже сказала, медсестры пытаются делать все, чтобы тебе помочь. Они очень заботливые, то есть их я могу назвать просто ангелами, потому что они, не странно, что находишься в таком состоянии, и ты можешь быть эгрессивной, ты можешь быть эгрессивной, ты можешь просто бесконечно левить, но они тебя успокаивают все время, дают таблетки и делают все, чтобы ты чувствуешь себя хорошо. Таким образом, в течение 6 дней я пришла у себя уже, и меня перелезли на мой этаж, в гостиницу. То есть первый раз, когда я, наверное, пошла гулять, более-менее так уже, это был 6 день. То есть я встала и так медленно-медленно пошла. Примерно спустя 2-3 недели после операции нужно проходить процедуру бужжирования. В принципе, я думаю, каждый человек знает, кто идет на смену пола. Эту процедуру проводит замечательная девушка Айзек, очень веселая, которая тебе помогает, которая себе все почищает 2 раза в день. И, кстати, я бы говоря, ходить очень удобно, потому что один находится прямо на смену тоже здесь. Ты спускаешься на третий и идешь в кабинет. Я хожу туда в 9.30, то есть сначала я прихожу, а Айзек мне помогает все прочистить, промыть. И после этого я бужируюсь. То есть бужирование длится примерно сейчас. И ты шантажешь днем, 3 часа. Все то же самое повторяется. Примерно с 50-х полгода ты можешь уже, в периодически сказать, на более естественные методы, то есть заниматься сексом. Я могу сказать, что статически все это выглядит замечательно. Тем более те, кто делали операцию доктора Камбола, они могут подтвердить то, что фактически ты не можешь даже отличить. То есть все соответствует. Я сейчас практически не испытываю никакой боли. То есть бывает периодически покалывает, но в принципе ничего страшного. Так, как делали мне лапроскоп. А лапроскоп это когда сейчас кишки вырезают через маленькие разрезы. Потому что есть еще один способ, когда разрезают живот и делают один шок, но большой. То есть могу показать, шрам практически не видно. То есть вот первый самый большой, второй маленький пупка и два маленьких дейса. А если еще мало специальным кремом, то они очень быстро пройдут. Сейчас могу спокойно передвигаться, ходить, поездить. Даже вот вчера ездил в торговый центр. То есть у меня реабилитация прошла весьма хорошо. Сейчас я могу жить уже практически полноценной жизнью. И мне не нужен мой какой-то дополнительный уход. Сейчас очень многие сталкиваются с тем, какой именно госпиталь выбрать. То есть люди, они не знают о том, что в день как проходит. И в данном случае я могу сказать немножко о своей истории. То есть когда-то, давным-давно, когда-то начинала этот путь, я вообще не знала, где-то операция проводится, насколько хорошо, по какой стоимости. Я думала сначала о том, что в Тайланде это очень дорогостоящий. В принципе, это казалось не так. Например, я для себя возникли бы решила, что я не смогу сделать операцию в Москве, только потому, что я не доверяю датарам, которые там работают. И со временем мы с подругой стали искать информацию о том, где можно сделать эту операцию в Таиланде, так как все знают, что здесь это делают чаще всего. И доктора это проводят, то есть, ну, работа очень качественная, я бы проще говоря. И мы просто стали забывать в интернете о клиниках и наткнулись на сайт доктора Камола. Потом мы написали Эви, это различная девушка, которая работала в этой клинике. Она обо всем мне рассказала, помогла, то есть, просто во всех подробностях, и по стоимости, провела онлайн-консультацию. На сайте можно посмотреть результаты работ, там все подробно расписано, то есть, я сразу же почувствовала, что видимо то, что мне нужно. Вот. И буквально, наверное, месяц 4 назад, или 5, у меня подруга додела операцию, и я видела ее результаты, ну, действительно меня это впечатлило, поэтому, естественно, я приехала сюда же делать. И я просто могу порекомендовать всем, кто идет на этот шаг, это очень серьезная операция. Я считаю, на этом не стоит экономить, потому что это здоровье, которое стоит, а прежде всего, я рекомендую только эту клинику, потому что обслуживание, оно реально на высоте. Субъектора очень доброжелательные, заботливые, все всегда улыбаются, ты никуда не видишь кого-то с плохим настроением. За счет этого, ты даже не думаешь о том, что тебе больно, ты не думаешь о том, что у тебя какие-то проблемы, ты просто не замечаешь, как проходит восстановительный период. Поэтому для меня эта клиника останется акваритом. Примерно через полгода я планирую приехать сюда и переделать грудь. Опять-таки, это ошибка московских докторов. И я думаю, если у меня еще какие-то будут желания, что-либо там подкорректируют или сделать, я буду приезжаться только сюда. Буквально через пару часов, точнее, 7 часов, сейчас у нас примерно 3 часа, у меня будет фемилизация лица. То есть мне буквально все перебирится, что только можно. Я буду делать фотографию и потом составлю этот коллаж, каким образом вы сможете посмотреть процесс восстановления. Ну, я уверена, что все будет отлично. Так что дальше мне.